Музыка Ситуация с киской у нас еще не кончилась Вот смотрите Это вообще важное и весьма поучительное сообщение Которое нельзя ставить без ответа Ну, немножечко почитаем За вашей книге по уринотерапии Чистки организма, на которых вы наживали с 90-е годы Вас нужно посадить в тюрьму Книги по уринотерапии Я практически там ничего сам не выдумал Это народные методы Чистки организма Это тоже народные методы А почему-то я вот такой вот посыл Я наживался в 90-е годы Откуда такая информация Что вот именно наживался Их впихивал каждому Вот смотрите, вот эта вот книга Надо ее купить, надо ее делать И так далее, и в тюрьму То есть посыл крайне негативный На что я особо и возмутился Я даже не хочу сказать, что я особо За каждым человеком стоят силы И эти силы не позволят, знаете, чтобы так вот просто-напросто Огольно обзывали и обвиняли в том, чего не было Значит, Елена Малышева права Ну, права так права Люди без медицинского образования Не имеющие денег В годы развала страны Повелись Вот смотрите тут Медицинское образование Не имеющие повелись На ваши псевдометоды И в результате посадили Свою организм Столько смертей На вашей совести Включая смерть моей бабушки И нашей соседки Все это недоказуемо По закону и так далее Значит, смотрите Опять-таки Люди без медицинского образования Не имеющие денег В годы развала страны повелись, вот тут я понял то, что медицина не оказала им должного внимания, то есть было написано, вот такая вот вещь, оказывается, она не соответствует действительности, то есть человек здесь меня просто-напросто оговорил, значит, столько смертей на вашей совести, включая смерть моей бабушки и вашей соседки, вот о смерти бабушки и вашей соседки, будем говорить, можно говорить, а то, что вот так вот сказать просто-напросто, я сейчас конкретно себя имею, если хотите, посчитайте, скажите, вот это, вот это, вот это, вот это, это действительно вы виноваты, а может, а может быть, смерть бабушки и соседки по естественным вещам произошла, но надо же кого-то обвинить, ладно, высший суд, бог вам судья, вот бог нас и судит как раз, вот смотрите, я на это ответил, как вам ежедневные смерти в больницах, научно залеченные до смерти, а если взять бабушку и соседку, где же хваленая медицина их, почему она них не вылечила, задайте этот вопрос самому себе, врачам, почему вынуждена бабушка, соседка остаться без хваленой научно-медицинской помощи, почему она была поставлена перед выбором, умереть молча или побороться с помощью знаний народной медицины, изложенных в моих книгах, задумайтесь советом, не ищите виновата там, где его нету. Киска отвечает, она не была поставлена перед выбором, то есть вот то, что в начале было написано, оказывается, не соответствует истине, это просто наговор. Не обвиняйте медицину, которой просто не было. А куда она делась? Которой просто не было. Точнее не было денег, точнее не было денег. Удивительно. Но у них не было очень сильных проблем со здоровьем. Хорошо. Они могли жить еще с тем, что у них было. Только вот соседка купила ваши книги по уринотерапии, стала нахваливать их бабушке, рассказывая ей, что якобы есть всякие шлаки в организме, которые нужно очистить. И они упаривали мочу, как у вас было написано, и выгоняли ее обратно во все дыры организмом. И в виде клизм даже, и пили свежевыжатые соки лимона, свеклы, моркови, которые даже руки обжигали при выжимании. Они их пили, потому что у вас так написано. Они вам верили и посадили свой организм. Ничего не хочу доказывать или спорить, просто знайте историю двух женщин. Хорошо, хорошо. У меня аналогичная примерно ситуация. Мой дедушка прочитал в журнале «Наука и жизнь» о том, что можно удалить камушки из почек. Пошел в больницу, где его благополучно зарезали. Он поверил медицине. Здесь поверили, поверили народным методам оздоровления, которые я изложил. Теперь смотрите, к чему вообще все это ведется. Это ведется к тому, что есть молоток, им забивают гвозди. Хорошая штука, придумана давным-давно. Но этим молотком при неумелом пользовании можно отбить себе пальцы, что у некоторых и бывало. У одних больше, у одних меньше. То есть надо научиться пользоваться молотком. Есть хорошая вещь, такая как автомобиль. Прекрасное средство передвижения, но бывают аварии со смертельным исходом. То есть для того, чтобы их не было, надо научиться пользоваться автомобилем, соблюдать правила дорожного движения. И тогда все будет нормально. Так вот, прежде чем заниматься самооздоровлением, это такая же сложная наука, о которой мы тут все толкуем, о которой написаны книги, целительные силы, о которой написаны основы здоровья, что, что, как. Чтобы человек в конце концов понимал, что он делает, куда он движется, какие результаты, а стоит ли ему это делать или вообще не стоит ли это делать. Хватит ли у него жизненных сил на то, чтобы осилить эти методы оздоровления или не хватит. То есть это крайне непростое дело. И об этом как раз вот рассказываю на канале. В противном случае пословица хорошая есть, народная. Застав дурака Богу молиться, а он и лоб разобьет. Чтоб вот такого не было разбивания лбу, сначала надо вот меньше в видео смотреть различные, а надо капитально ознакомиться с этой наукой. И есть хорошие книги, и у меня они есть, основы здоровья. Чтобы потом действовать, сообщение киски, оно оказалось вообще-то своевременным. Ничего так просто не бывает. Хотя сначала она там начала не с того, а потом вышло, оказывается, совсем другое. Мне рекомендуют делать видео, посмотреть, какая сейчас тема наиболее популярна. И на эту тему давай видошечки там стружи. А я, а я, видите, больше иду как-то своим путем. Я, ну, особо на популярные темы, которые там в интернете нет. У меня там свое видение, как бы сказать, свое программа. Я хочу вот сделать, допустим, вот то-то, то-то, то-то. И в частности, я хочу вас предостеречь от того, что авторы выставляют за такую легкость и быстроту. То есть вот мне приходят отзывы, говорят, вот смотрите, вот есть канал там некий, один миллион подписчиков. И смотрите, как там все доступно, рассказывается с помощью чистки организма, с общества, с помощью энтеросорбентов. То есть применяется какой-то энтеросорбент, который там чистит, ну, как они говорят, чистит, значит, желудочно-кишечный тракт, а потом применяется там две недели другой там, и в результате и получается очищается и кишечник, и печень очищается, и вообще весь организм. И все вот, вот грубо говоря, за две, за две максимума три недели все это происходит. То есть вот, вот смотрите, ничего там не надо не голодать, ничего там не надо делать, ра-та-та-та-та-та-та. В целительных силах я как раз сделал такую вставочку из древних источников по аюрведии, что если вы хотите достичь той или иной степени очистки организма, той или иной степени, применяют панча-карма, пять действий. Ну, перечислим. Это может быть рвота, это может быть слабительная, что еще, рвота, слабительная, это может быть потение, голод широко используется. И для того, чтобы все это произошло качественно, там существует такой термин смягчение организма. То есть перед любой чисткой печени надо сделать смягчение организма. Я разобрался, в чем оно заключается, изложил там в книге смягчение организма. Вот. И в зависимости от того, насколько вот это смягчение организма произошло, настолько будет эффективно и очищение. А тут же никакой предварительной подготовки нету. Насколько я там посмотрел все эти там видео в применении этих антеросорбентов. А что мы вот этот курсик, и это все отлично. Получается следующая картина. То, что лежит, будем говорить, на поверхности где-то. Ну, максимум в ближайших слоях, прилегающих к этой самой, к слизистой оболочке кишечника, вот это может быть подчищено с помощью антеросорбентов. И все. Какое-то действие будет. Какое-то действие будет. Но опять-таки вернемся. В зависимости от степени. Так вот, вот это смягчение позволяет выводить шлаки из глубин организма, из клеточного уровня и подводить их к органам выделения. Это очень важно. Я все сравниваю. Вот для того, чтобы очистить комнату, сделать хорошую уборку, нам надо вот эту вот пыль всю собрать, смести отовсюду и подвести ее к порожку. И сама чистка, это как веником мы на совочек сметаем с порожка вот это вот все, что тут убрали и выбросили. То есть это сама чистка. А предварительное смягчение, это вот мы метем, 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 метем. И эта процедура, она там тоже написана, все хорошо, поэтому туда отсылаю. Я сейчас просто об эффективности говорю. Вот эта процедура, она затрагивает довольно-таки много времени. Ни день, ни два, ни три, ни неделю. Гораздо больше. И теперь я ссылаюсь на литературный источник. Это о Поле Бреге. Поле Брег рассказывает, вот я голодал, 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 голодал. То есть несколько лет он уже самостоятельно голодал и питался, все он правильно делал. Но во время вот одного голодания с ним случилось следующее. Как раз вот это случилось то, что наконец-таки собралось со всего организма или с какой-то части организма наиболее такие токсические шлаки. И он говорит, что это шлаки от лекарства коломель, которое содержало ртуть. Вот эти шлаки собрались, ему стало плохо, прослабилось, и он увидел, что вышло нечто черное, как это масса. И вот эта вот масса, когда вышла, он с удивлением говорит, вот я до этого голодал, получал какое-то облегчение, да, голодействовал, все было, как бы сказать, нормально. Но то, что началось после вот этого выхода, говорит, это ни с чем не сравнимо. Здоровье стало пребывать, ну, будем говорить, вагонами. То есть если там она там, знаете, там на тачечке так подкатывалась понемножечку, тут оно стало идти вагонами. Организм в конце концов избавился от наиболее таких вредных шлаков, которые у него были. И это все произошло благодаря тому, что вот это вот смягчение было. То есть много-много-много-много времени, когда организм подгреб эти все шлаки, собрал из всего организма, пододвинул к органам выделения, и во время прослабления они вышли. И он увидел. О! А потом началось вот такое действие. Вот этот, как бы сказать, пример говорит о том, что не ждите каких-то легкостей и чудес во время работы со своим организмом. Да, будут, естественно, хорошие результаты. Да, будут там действовать. Но не ведитесь вы на эту простоту, легкость и быстроту. Это неправильные вещи. Особенно это наглядно бывает у тех людей, которые серьезно больны, которым надо серьезно поработать над своим собственным организмом. Знаете, кропотливо, серьезно работать с сознанием дела. Что происходит при этом? Я не зря вам даю, вот все, киваю на компьютер, я не зря вам даю диагностику, чтобы вы могли судить по тому, что происходит в вашем организме. Вот эти анализы, которые там где-то в больнице делают, да, по ним что-то можно судить. Но оказывается, это не то, почему можно работать. Вот доктора старой школы, они без всяких анализов смотрели на человека и понимали, что с ним происходит. А сейчас вот по этим кого-то посмотрели, они даже на человека и не смотрят. Естественно, такой результат. Далее теперь я сошлюсь на свой собственный опыт и покажу, что из меня выходило. В свое время я выстроил голод 40 суток совсем, знаете, что там было. А некоторые сказали, ой, такие шокирующие видео и так далее. Я пару-тройку видео покажу, что идут, допустим, 30-е сутки. Идут 30-е сутки голода. Наконец-то мы добрались до головы, опухоли или грибницы. Видите, какая мразь сидит в животе. И сосёт. Что с меня выходит? Идут 30-е сутки голода. Идут 30-е сутки голода. Что с меня выходит? Идут 40-е. Что с меня выходит? 40-е сутки голода. Вы видите массовое отторжение опухоли после того, как она убита голодом. Это последний выброс солевой клизмы. Сегодня я выхожу из голода. А вы думаете, за какие-то 2, максимум 3 недели, не голодая, а применяя вот эти вот энтеросорбенты, получить там чудо-результаты? Ну, не бывает такого. Понимаете, что-то будет, но то, что должно произойти, такого нету. Благодаря тому, что я вот это всё видел, помимо того, что я понял, а понял из-за того, что я увидел. И потом, говорит, как бы сказать, я сам себе объяснил, почему это происходит, что ж это такое выходит. Я не надеюсь ни на какую-то там быстроту, ни на эффективность. Я знаю, что оздоровление, оздоровление – это, вообще-то, весьма сложное мероприятие своего организма, для освоения которого надо потратить много времени, прежде всего, изучить свой собственный организм. Никто его не изучает, там, услышал какой-то рецепт, ага, и давай, сейчас я по этому рецепту погоню. А он вам не подходит, потому что не учитывается индивидуальная конституция. И более того, более того, я ещё, знаете, подчеркну такую вещь. Вот существует группа заболеваний. Ну, давайте начнём следующее. Допустим, желудочно-кишечные заболевания, допустим, сердечные заболевания, суставные заболевания. Вроде бы они как-то вот касаются сердца и сосудов, касаются суставов и связок, касаются пищеварительной системы, касаются, да? Да? Но каждый из нас зарабатывает, вот это слово, запомните, зарабатывает, это заболевание самостоятельно, отлично от того другого. Один, допустим, водку пьёт, и у него что-то возникает. А другой, это самое, сладости есть, и у него возникают отклонения в работе желудочно-кишечного тракта. Третий питается в сухомятку. Четвёртый просто-напросто нервничает, у него тоже развиваются желудочно-кишечные заболевания. Пятый, просто от паразита у него это всё возникло. То же самое касается суставных заболеваний. Любое заболевание человек зарабатывает сам в течение своей собственной жизни. И поэтому для того, чтобы от него избавиться, важно прикинуть, что было до этого. Потому что вот я вам как-то рассказываю, что там, допустим, ага, там предстательная железа там у меня болела. Вот предстательная железа заболела, и всё, вот она там что-то там заболела. А с какого, как бы сказать, бадуна она заболеет? О том, что у меня были черии, и связь их с предстательной железой, можно сказать, никаких вот предпосылок нету, якобы. Но на самом деле, вот эта-то инфекция, она там начала работать, грубо говоря, аж сглант работает, когда у вас ангина. И начинается эта вся зараза расселяться по организму. Возникают прыщи, возникают чири, потом возникает там предстательная железа, потом возникает опухоль, потом возникает там ещё что-то, ещё что-то. А мы думаем, о, у нас возникла вот только папиллома выскочила, вот это вирус папилломы. Да до вируса папилломы там столько было. И вот с того уровня всё это надо начинать. Поэтому не обольщайтесь на то, что всё вот это вот делается лёгко, всё это бездумно и просто. А тем более, будем говорить, кто-то за вас делает, о, вы примите там какие-то энтеросорбенты, и всё там нормально. Энтеросорбенты тоже надо знать, как их применять, после чего их применять, для чего их применять, и сколько их надо применять. Вон я вспоминаю Леночку Проклову. Она рассказывает, что у неё была холодовая аллергия. Так она этот активированный уголь несколько лет употребляла, для того, чтобы она исчезла. А мы думаем, с одного раза. Поэтому внимательно относитесь к информации. И я вот на канале как раз вам всё это рассказываю для вдумчивых людей, которые желают серьёзно работать. А которые не желают серьёзно работать. Да, пожалуйста, вон там куча этих рецептов и так далее. Как говорил Виталий Караваев, существует естественный отбор. Значит, естественный отбор, вот он указал, если человек чрезмерно эмоциональный, он просто сам выгорает, запускает процесс образования заболевания психосоматически. С душевных волнений всё это передаётся на телесный уровень, через, как правило, спазмы, ненормальную работу. И всё, и человека нет. Так точно же есть уровень естественного отбора по нашему собственному сознанию, уму. Насколько вы сами получите образование самостоятельно, сами себя сделаете более умным, наблюдательным. И действительно тут надо какая-то и смекалка, и знание, чтобы всё это применить, чтобы всё это сработало, и вы получили положительный результат. Вот такая вот беседа. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов Про. Доброго здоровьица и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok